Доброе утро, дорогие телезрители Утро Дома! Мы рады приветствовать вас здесь, на телеканале Дома в нашем доме. Меня зовут Анастасия Косилова, рядом со мной Константин Октябрьский, за роялем Жан Яночкин, на кухне, как всегда, у нас Чаба Бакош. И это утро пятницы. И это мне особенно нравится. Итак, сегодня мы расскажем, когда же будет изобретена вакцина от коронавируса и для кого она предназначена в первую очередь. А еще удивим вас историями об украинских корнях французского певца Джо Досена и об украинце, которого называют отцом итальянского детективного романа. Вот это да! Понимаешь? А еще расскажем историю возникновения галстуков. Кому первому пришла в голову странная идея завязывать кусок ткани вокруг шеи? Ну, странно. Кто и почему убил Джона Леннона? И вспомним великую речь британского короля Георга Шестого. Кроме того, побываем за кулисами создания компьютерных игр и понаблюдаем бэкстейдж съемок фильма фэнтези «Аладдин». Слоны и страусы, которые возникают в голливудском мюзикле «Гай Ричи», они реальны или просто нарисованы с помощью компьютерной графики? Кто из голливудских знаменитостей рано стал бабушкой и дедушкой? Об этом всем сегодня. Давайте начинать. Костя, а ты умеешь танцевать танго? А ты? Я первое спросила. Я первый переспросил. Костя, да успокойся, я не буду тебя заставлять сейчас танцевать. Просто сегодня международный день танго, вот и все. А, ну в таком случае отвечу честно – нет. Вот это жаль. Я надеялась немножко удивить наших телезрителей. Моих умений как раз и хватит на то, чтобы удивить. Все так плохо, да? Можете научить. Слушай, давай мы с утра не будем портить настроение зрителям моими танцами. Пускай лучше посмотрят сюжет «День в истории», чем «Примечатель 11 декабря». Ладно. 11 декабря 1844 года американский врач-стоматолог Хоррес Уэллс впервые применил закись азота в качестве анестезии в стоматологии. Однажды он посетил лекцию химика, демонстрирующего публике обезболивающее свойство вещества, которое иногда называют веселящим газом. Именно та лекция положила начало новой эры в стоматологии. Хоррес Уэллс испытывал обезболивающее на себе. Он пригласил коллегу Джона Рикса и попросил его удалить зуб. Не почувствовав боли во время операции, Уэллс пришел в восторг. Следующие 15 операций с разными людьми тоже прошли успешно. А вот после начались неприятности. Хоррес Уэллс приехал в Бостон, чтобы публично продемонстрировать свое открытие авторитетным врачам. Но затея закончилась полным провалом. Доктор неправильно рассчитал дозировку и впоследствии пациент чувствовал невыносимую боль. Потерпев неудачу, Уэллс начал страдать тяжелым нервным расстройством. 24 января 1848 года в Нью-Йорке он покончил жизнь самоубийством. Сейчас каждому второму пациенту, обратившемуся к стоматологу, применяют анестезию при лечении зубов. Современная медицина предлагает разнообразные способы обезболивания, которые являются безопасными и эффективными. Сегодня день рождения популярного исполнителя, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Он родился 67 лет назад в Москве, где и начал музыкальную карьеру. Любовь к музыке родители прививали артисту с детства. Они отправили сына в музыкальную школу обучаться игре на фортепиано. Но классическая музыка пришлась Макаревичу не по душе, поэтому обучение он бросил. Другое дело – авторская песня. Вдохновившись творчеством Владимира Высоцкого и Булата Акуджавы, Макаревич самостоятельно освоил игру на гитаре и начал сочинять музыку. В 16 лет талантливый парень услышал «The Beatles» и захотел быть как Джон Леннон. В 1969 году Андрей Макаревич создал школьную группу «The Kids». Вскоре они изменили название. Так появилась «Машина времени». Ребята выступали на школьных вечерах, где исполняли англоязычные песни и участвовали в различных вокальных конкурсах. В 1971 году состоялся их первый концерт в Московском дворце культуры «Энергетик». Практически сразу группа стала популярной и завоевала сердца и любовь слушателей. А Андрея Макаревича сделала кумиром миллионов. Я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я ей делал эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. 11 декабря 2013 года внутренние войска и «Беркут» попытались зачистить Майдан независимости. Но этот план провалился. Участники Евромайдана дали отпор силовикам и те отступили. В ночь на 11 декабря силовики сначала прорвали блокпост на улице Институтской. Но протестующие быстро среагировали и смогли на время остановить наступление «Беркута». Затишье длилось всего пару часов. После этого «Беркут» начал применять силу, вытаскивая людей из шеренги и избивая дубинками. В это же время правоохранители распиливали баррикады в центре Киева. Три часа ночи снесли палатки на Европейской площади, а «Беркут» во второй раз прорвал баррикады на Институтской. Протестующие всеми силами пытались держать оборону. Без пострадавших не обошлось, раненых увозила скорая. Новости о событиях на Майдане быстро распространялись. И в центр начали съезжаться люди со всего города. В пять часов на площади было около 10 тысяч митингующих. В 10 утра спецназовцы отступили и покинули Крещатик. Под натиском людей, отстаивавших право жить в свободной стране. А каким будет 11 декабря 2020 года, зависит от каждого из нас.